здравствуйте в эфире телеканал это он тв программа тема дня студии я и ведущий александр городье и с нами на связи политтехнолог историк давид эвельман давид добрый вечер добрый вечер сегодня я бы хотел поговорить о казалось бы трех несовместимых или несопоставимых вещах что объединяет американскую известную актрису луби гольберг украинского певца андрея данилку и нашего израильского не раз осужденного осужденного политика арье дэри объединяет их любовь к расизму и в общем-то к антисемитизму тоже давид кстати я бы хотел сказать что вот политики они отличаются определенными особенностями в частности вот мы сейчас наш канал начал новый мультсериал сатирический в котором происходит массовое заражение психиатрической больницы где пациенты и сотрудники вдруг возомнили себя политиками и депутатами ссылку мы дадим в конце программы и в описании подводки к этой программе говорящая водка я к вам профессор и вот по такому делу а может и дать еще и ключи от госбанка где деньги лежат а еще этот псих мою камеру занял голда да да голда шалом дудон товарищи шалом а к вам давид вопрос как все-таки что объединяет этих уважаемых или не очень уважаемых людей я не согласен с определением антисемитизм потому что я наверно всех троих мечтаю сниками а меня объединяет и к но может быть какой-то случай своеобразная синопобия которая выглядит как борьба мне кажется что еще то что их объединяет это достаточно ограниченный кругозор и некоторые примитивизм мышление может быть кроме того понимание что джерты может быть только одни и джерты . статусное положение поэтому вы пожалуйста к нам не при вас и в этом отношении то есть типа у нас своя это наши коровы и мы ее доем да вот это это мы являемся жертвой и поэтому именно мы являемся таким жертвой жену это это наша наша первое это вупи гольберг понятно что гольберг это псевдоним настоящее имя керрина джонсон вупи это ее кличка с детской вупи это ну русский называется подушка пердушка такая вещь который подкладывают под стул что человек когда садился из подушки выходит воздух и возникает звук но очень своеобразно вот это вот губки а гольберг но тупи это в нее имя еще детского возраста детства у нее было достаточно трудно известно что она подростком убежал и 7 типе первый раз заберенивала 14 лет долгое время сидел на наркотиках с трудом от них избавилась тела наркозависимость и сделала артистическую карьеру вот самом начале артистической карьере ей нужен был псевдоним потому что фамилия джонсон это ибану это такой карьеры и вот ее мама сказала для того чтобы сделать карьеру голливуде ей нужна хорошая еврейская фамилия поэтому она взяла фамилию гольберг для того чтобы делать карьеру гольберг а золотая гора и вот недавно если принять во внимание напомнить нашим уважаемым зрителям что гуке город гольберг в общем-то афроамериканка я искал в мире не должна была очень здорово помочь потому что конечно глядя на ее одухотворенное лицо можно сразу понять что она еврей да так вот губи гольберг взял себя еврейских донимов на карьеру недавно она скандалилась было обсуждение на телевидении что в одной школы тенниси запретили роман-комикс под названием маус в котором нарисованы атомки картинки изображают спасающихся от холокоста евреи в виде мышей а нациста виде котов вот школьный совет решил запретить и мотивировать тем что книгам содержится нецензурная лексика и иллюстрации с обнаженными телами что было сочтено неподобающе гольберг говорит а не удивляет что вас мутило именно это что книги есть на годах первую очередь это проведение о холокосте об убийстве 6 миллионов человек дальше добавляет давайте говорить по-честному холокост совсем не касается расы вопрос нет это не прораз теперь как-то не прораз это не про расизм жертва холокоста нельзя называть жертвой нацизма почему она говорит ну понятно же это белые люди убивали белых людей жертвами нацизма не жертвами нацизма жертвами потому что белые люди убивали белый людей те и другие относились белые россии вообще раз это белый будет то есть расизм это против нас все остальные жертвам ради его нет ну там возник спор детей не было невозможно но расизм это не обязательно белый черный расизм это вообще от слова 1 от россии вид людей расами именовали что что хочет поскольку расизм никак не является научным убеждением не с какой страны он все до научного пытался придавать себе наукообразность но научности в нем нет и на грамм и поэтому возникает ощущение что это она просто не знает собственную историю у нас мы с вами делали программы посвященные истории антисемитизма в америке и мы там говорили что именно американские расисты были учителями гитлера но вот эти американские расисты а они рассматривали евреев и вообще сенитов как раз они и славян рассматривали как расовое образование а и это же делал этот гитлер что такое расизм расизм это когда а это учение о превосходстве одних людей над другими и соответственно лестнице вот это что есть народы которые должны править есть народы которые должны есть народы которые опасны для правящих их нужно уничтожить есть теория высшей расы которую пропагандировали нацисты как бы там абсолютно четко все написано именно высшей расы и в это раз и до обязательно должна быть именно белая то есть понятно что она была белая но те кто ниже нее они совершенно не обязательно должны быть черными это раз кстати про черных про черных нацисты как бы меньше всего заботились потому что в европе тогда черный было маловато это раз во вторых дело в том что нацисты ну как и многие они вовсе не считают евреев белым и габина и его последователи они считают что и антисемиты это вообще скрещение черной расы поэтому это не белая у меня есть знакомая которая 80 80-е годы в 87 году поступала в киевский университет на историческое отделение и она прошла практически весь экзамен а профессор был явно не плохо относится именно поэтому вопрос и он и ей задал последний вопрос а какой раз относится и вели девушка была просто светлая она была более чем светлая она была блондинка вот и она сказала конечно белый на что он ей ответил вы слишком сильно хорошо к себе относитесь и провалил ее на экзамене поэтому еврея не является я хочу сказать что в те далекие годы застоя то есть если бы он ее просто провалил как еврейку это одно а вот если он как бы насчет расы то тут он очень сильно рисковал потому что вот его могут могли обвинить в расизме если бы она это раскрутила ему бы попало по полной программе самые такие гладкие из этих ратистов что евреи это смесь белой и черной расы и семиты и поэтому они такие вот лучшем случае стоячие болото как арабы а худшим это евреи которые всем еще мешают точно так же как габриина считал что его последователи английские читали что славяне это смесь белый финской и желтый раз поэтому славяне не относится белой расе это я думаю что многим для многих наших зрителей которые там слышали про при белую расу который надо защищать разделяют их идеи это было будет а расисты основоположники российское учение вовсе не читали славян белый раз теперь дальше мы переходим к поэтому мы бедный мы черный а вы к нам не примазывайте даже есть у вас 6 миллионов погибло ну понятно кого угнетают нас это расизм значит такой вот борьба с расизмом на израильске это ария дерия мы ему посвятили одной из недавних передач ушел из политики после очередного дела о коррупции но ушел а дело с тем что признал себя виновным получил год условно заплатит штраф и вернется на следующий а может быть еще и может быть может быть а может быть еще и будет претендовать на министерство мало того за счет за счет этой истории он еще и поднял свой электоральный вес в глазах своих избирателей потому что опять таки вот нас преследует а вот мы вот за него все равно гору это мы посмотрим но что произошло до что произошло сейчас он перед тем как выехать за границу бери миллионер его родственники он делал всех миллионеров его сын сидит на очень хлебной должности а в есть агрута циани в еврейской какого союзную союзной еврейской организации получая зарплату более 50 7 его брат союз я бы так сказал да его брат это который имеет и собственную адвокатскую контору и собственную строительную фирму и еще кучу всего и занимается посредничеством занимается лоббизмом и одна из вот вещей в этом деле что брат на него на него получал понятно что брат не собственными силами зарабатывал а используя свои связи на мире так вот бери отправляется на куда он отправляется в швейцарию самый престижный район и самый престижный отель этого района где цены на номера начинается с 1000 долларов за матч и он выпускает ролик о том каких бедных преследует ролики черная но женщина восточной внешности черных преследует они же пигняли это надо еще проверить надо пояснить я прошу прощения надо пояснить нашим уважаемым зрителям что особенно те которые не живут в израиле что восточные евреи которых защищает ария-дери они абсолютно даже не черные светлая кожа может быть чуть более с гуглой ну как у любых так сказать южа да я думаю что большинство из них не более это похоже на черного человек слишком лестно отзываетесь о своей внешности позволю процитировать того профессора да вот это идет женщина в магазине с мальчиком мальчик это пытается взять полки поле колу виду такого то ли это сок нагреть что ты что ты по ценам либерман это нам не по карману потом пытается брать одноразовую посуду для сладостей и сладости нельзя есть на обычный тарион и и надо есть только на одноразовую она говорит что ты это нам не по карману недавнее повышение цен на одноразовую посуду требования усидей и так далее но и кроме всего прочего удар по региозному сектору потому что они из соображения чистоты используют в основном одноразовую посуду имеется в виду законопроект который увеличил налог на одноразовую посуду а также налог на сладкие напитки ну народ если налог на сладкие напитки это в общем-то мировой тренд одноразовая посуда это в общем-то более наше такое изобретение нет у нас тоже есть но практически во всех странах 8 но у нас ее просто гораздо больше использовать у нас все довольны 5 поэтому у нас да очень сильно используют именно то у нас есть сектор для которого вот этот вопрос не дай бог не смешение одного он такой главный вопрос и поэтому они очень стараются пользоваться только на понятно что это загружают и глядя нам не по карману они подходят к кассе где протягиваю карточку это линка кассирша говорит карточка двери уже не у вас на этой карточке карточку мне обслуживаю и речь идет речь идет о карточках таки магнитных картах для в кавычках не имущих да которые раздавал арьедери в общем-то за государственный счет но раздавал это в первую очередь своим потенциальным избирателям для того чтобы повысить но и и раздавали через шассовские синагоги поэтому не потенциальным вообще своим избирателям своей пост за государственный счет и активной рекламе который призывается голосовать даша карточки называют карточками двери партия приписывает государственные деньги себе вот это собственно является вопросом ну на границе голову приема с упрощения ты упустил важный момент что тот момент когда это уважаемая мамаша со своим уважаемым ребенком выбирала себе мороженое выбиралась и одноразовую посуду и кока-кова на заднем плане проходил явно такое русскоязычного вида мужчины которые накладывал в телегу огромное количество форма для кошек невзирая на потом он говорит по мобильному телефону я хотел сказать об этом и говорил об этом что это я взял несколько пакетов и для кожи после принятия бюджета для кошек это выгодно теперь вот тут что такое бюджет для кошек это кубнику а дело в том что правительство включило бюджет один из пунктов бюджет для это оскопление бродячих котов я не знаю я не думаю что этим котам это было приятно и что это типа бюджет для кошек скорее всего бюджет против кошек но это лицманы другие в принципе это это прямой путь как бы для сокращения поголовья бродящих кошек в принципе для этого и сделано они это объявили что правительство больше заботится о кошках чем о людях во время принятия бюджета несколько депутатов громко мяукали ну это так сказать уровень обсуждения и с тех пор существует этот миф о том что правительство свободе соблюдете а к так больше поднимает цены и опускает для кошек при этом вот уже опубликованы чтобы кастер кого искала студия которая снимала не опубликовали что они ищут восточную женщину 35 45 лет с добрыми глазами они ищут мальчика они написали сладкий чтобы он был сладкий с большими глазами они ищут русского мужчину такого-то возраста с типичной русской внешностью и они вещи ищут кассиршу типично русской женщины внешностью кассиршу они выступают с русской внешностью то ли не нашли то ли решили что это уже перебор но для них было очень важно что вот обижают вот этих вот где это вот он и понятное дело что партии время сильно обиделись на цены либермана цены либермана но по большому счету партии и ничего не понял партии и должна была благодарить берия за это кстати давид не только партии и я так понимаю что весь этот вот ролик то есть он как будто с одной стороны он оказал положительное влияние несомненно на избирателей они почувствовали себя униженными оскорбленными несмотря на то что многие из них ездят на понтиаках но тем не менее они все равно оскорбленные несмотря на на эти понтиаки да но с другой стороны большинство израильского общества как раз посмотрев на это понял что да наверное все про все происходит правильно то есть все эти реформы направлены совершенно правильно в ролике указано кого за это благодарить в ролике же указано кто благодетель там несколько раз называется одно имя и модель упоминается по поводу карточки деле деле уже не пройти два раза и два раза на злой имя другого политика либермана не лапида не беда только либо опять-таки указание на русского который еду для котов и русская который должна быть купа и до сидеть на купе это четко указание той кроме своей публики что они сказали другой ребята вы не хотите чтобы деньги которые у вас и вкладывают карточку дыре а потом публике партии вы не хотите чтобы брали вы не хотите вы знаете за кого голосовать вы за домашних животных вы знаете за кого голосовать в принципе лучшего ролика партии не сделала они сделали то что это работает на них и они должны были бы благодарить но опять-таки в этой что объединяет мы преследует нас обижают дамы берем деньги у кого-то и накладываем свои карманы это же нас обижать нам должны давать мы бедные мы такие ну и третье андрей данилка он же верка сердючка который спел на вечере песенку батько наш бандера украина мать и мы за украину видим воевать и потом очень удивился чуть-чуть и русские обиделы и сказал что это вообще не то это просто песенка популярны в интернете такая вот поэтому не успел а ну поддерживая украинский народ а первым возможным нападением просить извиняюсь мандера у нас к обители почему оскорбительные думаю не только для евреев или для поляков понятно что евреев и поляков это были специальность цели уничтожения и не только для по мнению многих специалистов я подчеркиваю украинский бандера был как раз борец за свободу украины а вовсе не какой-то там бандит который уничтожал там евреев поляков и прочего просто пропаганда типа его вот так вот очернила какие давайте это сороковые годы бандера сам бандера а он упали там могли быть люди которые так считают сегодня по прошествии столько лет это не может быть но вот писать себя не как но они проиграли у них и кучу а они шли в немецком обузе они не воевали на фронте бандера не воевал бандеровцы не воевали с советскими войсками они герои например войска генерала власова класса по крайней мере воевал да они герои стали в тылу они убивали поляков убивали идей убивали русских убивали больше украины но это других которые не вне похоже но они герои стали ты у это не армия которая воюет и по теперь говорите о том что извините и свастикой а если это они хотят 10 цель объединить украину вторжением россии которые там если вы помните привлекали на октябрь и потом на ноябрь и потом на декабрь и потом на январь сейчас мы уже феврале его продолжают привлекать то подбирайте не тот фигуру кроме всего прочего надо послушать эту песенку я ведь ее все ука цепились первые четыре строчки а песенка интересная песенка поется от лица хлопца который уже потерял ручку лежит под деревом умирает и рассказывает матери как они били москалей и как они били петра великого так что москале бежали так что они них лапти ломаются это полтавы они их так побили но очень своеобразно конечном итоге мальчик умирает вот не я понимаю что самые красивые песня самые героические но в данном случае это не песня которая должна это объединять тем более что для огромного количества людей бандера это не объединяющий а наоборот отталкивающая но это же логика мы бедные до нас нападают поэтому вот с нашим бандерой и видим украину защищать за его и говорят я к держава такие герои может быть именно выбор таких героев я не знаю но в любом случае вот владимир лечение говорил нам когда-то о том что есть два вида национализма национализм нации порабощенный и национализм порабощающий и типа ко второму надо относиться как-то более снисходительно ну да но до каких пор сегодня украинцы являются нации образующей свое государство не надо относиться до сих пор нисходительно они до сих пор самые страдающие и так далее а алибери миллионер и человек который это сделал миллионерами всю свою семью ему до сих пор надо относиться как бедному марокканскому мальчику вупи голдберг обладательница оскаром обладательница кучи других призов но расизм не тронется расизм только против нас думаю вот это то что и объединяет вообще самое удобное это чувствует себя униженным оскорбленным и на этом получать свои дивиденды к сожалению это не одного и нова под луной и это использовалось и будет использоваться